Если бы я не был бы Закиров, я бы стал бы очень страшным бандитом. Как вы попали в этот проект? Я попал без блаток. Вы сыграли главного антагониста Чингисхана. Провалил свои пробы. Главного героя сыграл турецкий актер. У нас не нашлось такого парня. Все тексты сценария были на турецком. По-турецки он будет Чингисхан. Как проходил ваш день? Какая первая мысль у вас возникла, когда вы узнали, что застряли там? Мне не хотелось домой. Что можете сказать об узбекском кино? Я очень жестокий. Взяли и отрубили голову. Ну а что они должны хотеть? Тричали, окей, начинай сцены. Вам нравится сниматься у наших кинорежиссеров? Нет. Вы можете сняться и бесплатно. А что, платят? Хорошо же. Такое понятие, как амплуа актера. Отпетых негодяев. Первый раз вы снялись лет в 14, да, по-моему? Это вот этот мальчик, он из такой-то семьи. Вот его возьмите, не пожалейте. Хочу спросить вас о трех фильмах. Чудная долина. Хаджана Средзин. Боба Бу. Кстати, этот фильм хотели номинировать на «Золотой глобус». Избитая тема в интервью. Давайте дело делать, господа, а не полтинники шибать. Всем привет. Сегодня у меня в гостях актер Джавахир Закиров. Я думаю, представлять его нашим зрителям не нужно. Джавахир, добрый день. Здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично. Начнем сразу с актуальной темы. Большой международный проект, узбекско-турецкий проект о масштабной личности. Как вы попали в этот проект? Я попал без блата, конечно, потому что был кастинг. И он был в Турции, мы поехали. И тогда не было ни бород, ничего. И был такой интересный казус, что я даже провалил свои пробы, так как мне завязали костюм очень туго, и я не мог дышать. И я прям аж задыхался. И от волнения это все было все вместе. Но, видно, все-таки я их убедил. Потом они хотели взять другого человека на мою роль. Я должен был играть султана Аллауддина. Но наша сторона настояла на том, что я сыграл Чингисхана, потому что сказали, что вот этот человек должен быть. И потом меня уже утверждили. Вы сыграли главного антагониста Чингисхана. Вы знали заранее какой-то, я не знаю, вам выслали сценарий? Нет, никаких заранее ничего не было. Ничего я не знал. Были такие пробы, потом мы очень долго ждали ответа. И вот будет, не будет, я буду на эту роль или не буду. Это тоже... Вы знаете, в кино есть такое поверье. Даже пока вы снимаетесь, вы не уверены в том, что вы – это вы. Потому что что-то может измениться, что-то может так произойти. Но я и тоже как бы боялся, что вдруг может что-то произойти такое нехорошее. Что-то там сломать ногу можно, руку или там еще какие-то могут быть вещи. То есть вы пока до конца снимаетесь и пока материал не вышел, вы не можете знать, что вы – это вы. Вот кино – это вот такая вещь. А вообще вы знали об этом проекте до того, как была заявка на роль, на вашу роль? Или это случилось все внезапно? Для меня это случилось все внезапно. Да, потому что я где-то, может быть, слышал, но я же говорю, это пока не начнется, вы это все время, там кто-то у кого-то есть идеи, кто-то говорит, я хочу это сделать, я хочу это сделать. И вы не знаете, что... Ну, у нас как среди киношников? Все знают, что какой-то международный проект снимается и точно как бы там же какая-то движуха происходит. Да, ну вот так и здесь тоже точно так же произошло. Что потом было, когда вы уехали в Турцию? Мы уехали в Турцию в декабре, и потом в ноябре были пробы, потом в декабре мы уехали, и мы задержались там на 11 месяцев. Мы провели целый год в этой благословенной стране. До того, как вы начали принимать участие в этом проекте, был ли у вас опыт с турецкими коллегами? Нет, с турецкими коллегами у меня не было таких. Были с итальянцами, с французами, с русскими, но с турками не было никогда. Расскажите тогда о первых впечатлениях о кинопроизводстве в Турции еще до того, как вы уже попали на съемочную площадку. Ну, вы знаете, я должен сказать, что там прекрасная атмосфера, и в том месте, где были у нас пробы, это было море, стояли яхты маленькие, здесь кафешка была, и можно было сидеть, пить турецкий кофе, чай. Были там бургеры всякие, и можно было сидеть и смотреть на море, зеленая трава, и большие декорации каких-то других, значит, фильмов. И там прямо на площадке был ресторан такой шикарный, кроме кафе. То есть такая атмосфера совершенно творческая. И меня это, конечно, очень сильно вдохновляло, и я себя чувствовал, как будто я у себя дома, в принципе. И как они работают, мне очень сильно понравилось, потому что я не увидел ни одного человека, который сидел бы просто без дела, там, в телефоне, или с кем-то просто там праздно болтал. Такого я не увидел. Все заняты делом, все четко знают, что им нужно делать, и это меня очень сильно обрадовало. А вот сколько времени прошло перед тем, как вы встали первый раз перед камерой? Вообще это долгий процесс? Четыре-пять месяцев, потому что мы, кроме того, что учили турецкий язык, потому что мы играли на турецком языке все, мы скакали на лошадях, дрались на мячах, и все это, ставили бои, и вот это все было очень долго. Потом переписывали сценарий все время, долго. То есть момент подготовки, пока сделали декорации, пока сделали последние штрихи. Процесс подготовки достаточно долгий. Да, он был очень долгий и кропотливый. Создавая проект My Day Stories, мы мечтали о партнере, таком же уникальном, как и те истории, которые рассказывают нам наши герои. Герои. Встречайте, Нест Ван, герой, который уже пишет не только свою историю, но и всего Ташкента. Первый небоскреб Узбекистана с уникальной архитектурой. Сколько узбекских актеров было задействовано в сериале? Вот у нас группа есть такая, Мендерман Джалалден называется. 21 человек нас спутал. То есть вот этот творческий десант был отправлен в Турцию, 21 человек. Кто именно? Ну, я сейчас могу кого-то забыть. Бояреке Ахол Межзаев, Тахир Саидов, Райхон Улесенова, Рано Шадиева, Феруза Норматова, Юлдус Раджабова, Джамшит Сагатов, Джон Маликов, Аюб, потом Фархот Бадалов, еще кто? Алишер Узаков и Адис Раджабов, они уже уехали до съемок. Они побыли там 4 месяца, и они уехали. Потому что у Адиса родился ребенок, он сказал, что его ребенок по телеграмму там растет. Поэтому это я его очень понимаю. И Алишер, тоже у него были здесь дела, он работает на каком-то телевидении, поэтому они уехали. К моменту выхода сериала наше интервью уже будет отснято, но все же. Сколько серий? 13 серий. 13 серий – это один сезон, каждая серия длится по часу. И говорят, что будет второй и третий еще сезон. Это исторический экшен или же это все-таки драма? Это вперемешку. Потому что там есть экшен-сцены потрясающие на красивых таких местах, просторах. Но вы знаете, сейчас уже, во-первых, экшен вы никого не удивите. Есть потрясающий Голливуд, который изобилиет, у него очень много экшена. Здесь все-таки основа личности и драма. Драма этих людей и драма этих героев. Все это вперемешку. Сколько материала о Чингисхане и Мангумберде вам пришлось прочитать в процессе подготовки к съемкам? Очень много. Я прочитал одну книжку, потом нам еще дали книжку. То есть я читал и на русском, и на узбекском языке. Я просмотрел сериал Чингисхан, 31 серия, китайский такой. Потом еще Марка Пола я посмотрел. То есть я максимум, что можно было узнать, я все узнал. И практически, скажем так, очень нашел много общего с этим героем. Главного героя сыграл турецкий актер Эмре Кивилджим. И это, кажется, единственный не узбекский актер, который на главной роли. Правильно я понимаю? Да, он сыграл, потому что у нас нет такого персонажа. У нас не нашлось такого парня, который будет делать эти экшен-сцены. Так же потрясающе, как их делал турецкий актер. И он под два метра ростом такой весь сильный и, по-моему, очень убедительный. А как вам работало с ним? Очень хорошо. Мне вообще понравилась эта группа людей, которые нас окружали. Не только актеры, и оператор, и режиссер, и художник, и постановщик. Они очень круто работают. Но он легко вошел в контакт с нашими артистами? Да, очень-очень. У нас есть актеры, которые разговаривали с ним все время на турецком языке. И мы, и я через переводчика тоже говорил. Он очень хороший парень. То есть, насколько я понимаю, языкового барьера не было? Нет. Насколько я знаю, все тексты сценария были на турецком языке. Для вас это не было сложностью? Было сложностью. Очень сильно было сложностью. Потому что все-таки играть, и жить, и говорить на другом языке, это немножко тяжеловато. Но мне очень нравится турецкий язык. Вы знаете, у него есть мелодия. И по-турецки совершенно по-другому. Например, по-турецки у нас, если по-узбекски Чингисхан, А по-турецки он будет Чингисхан. Он не Че, а Чингисхан. То есть, и некоторые тексты были, они такие певучие, интересные. То есть, турецкий язык, он очень сложный язык. Один из самых сложных языков мира, считается. И было действительно сложно на нем говорить. Но мы справились. То есть, вы выучили турецкий, можно сказать. И можете сейчас спокойно общаться. Про дубляж можете рассказать? Вы сами себя озвучиваете? Да. Так получилось, что я один из немногих людей, которые будут озвучивать самого себя. И я уже озвучил несколько серий на турецком языке. Для актера это же действительно большая гордость, когда он сам себя озвучивает на иностранном языке. Нисколько, может быть, да, может быть, еще и гордость. Но я всегда всю жизнь себя озвучивал. И я не знаю, кто бы мог подойти тембрально моему образу. Вот. И действительно тяжело было. Но они очень скрупулезно работают. И на дубляжом тоже. Прямо вот к каждой букве они докапываются. А у вас нет акцента? Есть акцент. Есть, конечно. Но он подходит, потому что Чингисхан... То есть это все оправданно? Да, это все оправданно. У героя Джалал-Ледина есть любовная линия. Да. Героиню сыграла актриса Юлдуз Раджапова. Да. Как вы думаете, насколько эти сцены были реалистичными? Вы знаете, я много не видел. Я как бы так же посмотрел первую серию и вторую серию. Я сейчас не могу сказать, что... Я думаю, это убедительно, потому что у них... Они как-то постоянно разговаривали, вместе ходили и говорили все время на турецком языке. И я думаю, они даже и подружились. Я думаю, что убедительно, потому что они молодые, и им знакомо это чувство. Я так думаю. Но вот это должны зрители сказать. Я так думаю. То есть я могу сказать, что это не убедило меня, но люди, когда смотрят, они же у них складываются свое какое-то впечатление. А как вы думаете, вам удалось раскрыть главного антигероя? Хороший вопрос. Да, я думаю, потому что я ничего не играл, это был я, но только вот в костюме, в образе вот того человека, которого я проживал. Я же сказал, у меня очень много общего с этим персонажем. Что именно? А то, что очень многие его близкие предавали. И он все время их прощал. Он не убивал их. А тех людей, которые были не его родственники, а которые действительно его предавали, он всех убивал. Он был очень жестоким, но самым справедливым человеком. Вы такой же? Я такой, да. Вы очень жестокий? Я очень жестокий, да. И я считаю, что это нормально. Ну, как-то я... Человека должны быть какие-то принципы, какой-то свой взгляд. Я так думаю. Если бы я не был бы действительно жестоким, я бы не смог бы сыграть его. Правильно ли я понимаю, что в Турции сериал будет выходить под названием «Хорезм Шахлар»? Может быть, я не вдавался в подробности. Вы до сих пор с этой бородой в образе Чингисхана. Хотя съемки закончены или нет? Почему вы до сих пор в этом образе? Второй-третий сезон, говорят, будет. Да? Да. Так. Поэтому мне приходится быть пленником этого образа. Не тяжело? Тяжело. Как вы справляетесь? Никак не справляюсь. Просто мою каждый день. За ней как-то надо, наверное, ухаживать? Да, но я не ухаживаю, потому что я не умею ухаживать. Я просто мою это все. Каждый день. Когда сбреете? Когда закончится сериал, я не хочу полностью сбривать, я оставлю чуть-чуть. И, может быть, будут так же ходить с длинными волосами, только чуть, может быть, будет короче. Но мне понравилось, как они красят волосы турки. Как? Ну вот как. Еще вот, видите, здесь. Они же меня покрасили же. А, то есть это вот такое. Да, у меня белые волосы, белые, седые волосы в черном месте, пепельный. Они вас немного осветлили? Они осветлили, да. Вы готовитесь ко второму сезону, третьему. Да. И вы уедете. Уедем, говорят. Но теперь это будет не так долго, потому что декорации построены, костюмы сшиты, локации есть. Теперь только будут съемки. И будет до января месяца, я думаю. Эй, до мая. То есть это еще полгода, да, примерно. Производством сериала занималась известная компания «Боздагфильм» режиссера Мехмеда Боздага. Да. Расскажите, пожалуйста, о нем. Какой он человек и какой он в своей профессии? Ну, он лучше своей профессии. Я это понял и я это даже каждый день замечал. Потому что, во-первых, он очень сам убедительный человек. У нас, значит, расскажу такой маленький момент, когда мы уже пять месяцев ждали, нам было всем тяжело. И все уже соскучились по своим семьям. И вот эта пандемия, и все вместе. Мы сидим в отеле, и у нас встреча с продюсером. И он видит наши все вот эти покореженные, вот эти искривленные лица, эти недовольные физиономии наши. И он так посмотрел на всех и сказал, вы знаете, мне именно нужно вот это ваше состояние. Потому что мы снимаем во время войны, во время вот этих всех склоков. Поэтому, говорит, у вас самое правильное сейчас состояние. И тогда я понял, что этот человек, как бы, он не просто делает кино, а он хочет передать именно это состояние людей даже в то время. Потому что было непростое время. Вот. Это один из моментов. Но потом, когда он появлялся на съемочной площадке, все дрожали, и все просто там очень сильно уважают шефа. И все боятся. У нас такого нету даже. А там такое и есть. То есть, несмотря на то, что он не режиссер, а продюсер, он появлялся на съемочной площадке. Да, обязательно. Он был еще и соавтором сценария. Он еще и сценарий пишет. Такой очень талантливый. Увидев так называемую кухню процесса изнутри, что вы можете сказать? В чем плюсы и в чем сила производства турецких сериалов? Сила в том, что они занимаются своим делом фанатично. Они любят свое дело. Они делают это так, как будто бы они делают это последний раз. Вот в этом их плюс. И они очень любят свое дело. Чем они занимаются? Это видно. Что их отличает от нас? Может быть, это сценарий? Может быть, это бюджет? Может быть, это какая-то дисциплинированность? Какие составляющие? Давайте я скажу вам. Все отличает от нас. Потому что у нас эта индустрия, она существует. Но была классическая история, когда были старые актеры, режиссеры. То поколение, которое было, они работали как в Голливуде. Но сейчас здесь очень много непрофессионалов в нашем деле. Я не хочу сейчас никого пиарить, не хочу ни над кем смеяться. Но у нас очень много людей попали в эту профессию, которая совершенно не знает ее основ даже. В этом, я думаю, очень большая беда. Сейчас у кого есть деньги, они все снимают кино, они все снимают сериалы. Если даже у него есть образование, нет образования, они все рвутся стать знаменитыми и известными. А это очень тяжелая история, это как бы так не может быть. А там я не заметил того, что там есть случайная подборка массовки даже меня поразила. Что они даже к этому относятся очень скрупулезно. У них нету каких-то там обычных лиц. Они всех подбирают. Вот если монголы, то монголы. Если хорезом, то хорезом. То есть они к этому тоже относятся очень серьезно. Как вы уже сказали, съемочный процесс был прерван карантином, пандемией. Вы застряли там на пять месяцев, да, получается? Расскажите мне, как проходил ваш день? Ну, мой день проходил так. Я вставал рано утром, шел на завтрак, завтракал, смотрел какой-нибудь фильм, читал, потом засыпал, потом опять вставал. И я там поглотил очень много сериалов классных, которые я никогда в жизни не видел. Каких? Ой, очень много. Аббатство Даунтон, Корона, потом Сджуд Лоу, это папа, молодой папа, потом новый папа, потом две папы, потом Черное зеркало, потрясающий сериал. И еще много-много разных фильмов. И там я в основном слушал Виктора Цоя. Я каждый день вечером включал песню «Спокойная ночь», и это была как мантра для меня. Вот я успокаивался, я ложился спать, и утром снова вставал, и опять шел день. То есть никаких съемок не было? Никаких съемок, мы даже практически, мы только выходили из лобби и стояли там на улице, а когда можно было, я просто ходил и гулял вокруг отеля, чтобы как бы не засидеться. Какая первая мысль у вас возникла, когда вы узнали, что застряли там на неизвестное количество времени? О чем вы подумали? Я всегда думаю в таких моментах, когда я один о своей семье, потому что именно ее мне не хватало. Ну, я никогда в такие моменты не попадал, чтобы я остался где-то в заперти, там, пять месяцев. Ну, вот я поэтому спрашиваю, какая первая мысль? Неизвестно, когда приеду домой. Ну, вот я принял это, я принял это, я не знаю, как-то вот свыкся с этим. Человек, оказывается, совсем свыкается. В какие моменты вам дико хотелось домой, а в какие моменты вы были рады, что не находитесь в Ташкенте? Мне не хотелось домой. Мне хотелось, чтобы моя семья приехала ко мне, потому что я знал, что там очень тяжелая ситуация в этот момент. И я не хотел себя подвергать к чему-то, чтобы как бы я испортил или как бы подвел людей. И вы знаете, я не могу себе даже позволить мысли, что я могу подвести кого-то. У меня вот так. Я не люблю подводить людей. То есть вам, в принципе, не хотелось Ташкент? Мне не хотелось, да. Я честно скажу. Я хотел, чтобы семья приехала. Потом они приехали. А, приехали? Да, они были три месяца со мной там. Круто. А как они попали туда? Ну, вот их привезли на самолете. Это было во время карантина? Да. Чартеры же были же. И вот они прилетели. И сколько они с вами пробыли? Три месяца? Три месяца, да. А потом обратно улетели? Потом обратно улетели. Вы были счастливы? Очень. Понятно, что у вас не было долгое количество времени у нас, и вы опять покидаете нас. Что можете сказать об узбекском кино? Что я могу сказать? Давайте лучше так, вот разделим сначала, что происходит в киноиндустрии, а потом о творческой части. Наверняка вы, так же, как и я, читали новости о скандалах, петициях, письмах коллег. Вы знаете, я, если честно, не хочу даже себя с этим ассоциировать. То есть, я настолько оторвался не от земли, а от этой темы совершенно. Меня эти вопросы, вот эти все перипетии, эти все это, ну, не знаю, не трогает. Как-то я вот, я не знаю, я даже не интересовался, что происходит, как, ну, чуть-чуть так, чтобы быть в курсе. Вы знаете, я не люблю вообще склоки, я не люблю выяснение отношений. Я же сказал, я жестокий человек. Я за то, чтобы взяли и отрубили голову или помиловали. Но если помиловали, значит, этот человек должен что-то такое сделать за то, что его помиловали. Или убрать. Нет у этого человека, понимаете? То есть, у меня вот как-то вот так. Не разбираясь, в чем конфликт. Нет, почему? Разбираясь, но всегда, если есть конфликт, то всегда кто-то... Вообще, я за то, чтобы эта структура должна... Я же говорю, очень много людей, которые попали, вот, которые попали так просто в эту профессию, и они совершенно не имеют никакого отношения к этому. Случайные люди. Я бы не хотел, чтобы были случайные люди. Я хотел бы, чтобы были профессионалы своего дела, которые... Вы вот приходите, и вас операторы снимают. Вы не думайте о том, что какой будет свет, какая будет диафрагма, я буду ли там в резкости, или вы будете ли в резкости. Вас не интересуют эти моменты, потому что вы, как бы, на них надеетесь. И вот я тоже не хочу, чтобы я сидел в кадре и думал о том, что сделает он правильный фокус, или не сделает. Или будет ли нормальный звук у меня, или не будет. Я должен быть спокоен. Это вам гарантирует какую-то ответственность, во-первых. Ну вот так должно быть, я так думаю. А когда оператор не оператор, а звукорежиссер не звукорежиссер, а монтажер вообще откуда-то там попал с какого-то другого места, и что у вас может получиться? То есть это так. И команда, конечно, и команда, и тот человек, который стоит у руля. Сейчас какие-то сложные времена. Я думаю, что много есть таких моментов, которые, если бы люди обратились бы к самому себе с вопросом, а вообще стыдно ли тебе, не стыдно тебе, есть у тебя совесть или нет у тебя совести. Вот если бы такими, они вот какими-то высокопарными, а вот именно самыми простыми, если бы они себя проверили бы и честно сказали бы, то я думаю, они бы не были бы в этой профессии. Или если бы они были уверены, то они уверенно шли бы. Потому что кто-то из них, я вижу, есть режиссеры, есть продюсеры, все хотят славы и знаменитости. И это, я понимаю их, это как бы вот зов времени такой. Ну вот так. Ну а что они должны хотеть? Ни славы, ни знаменитости? Я думаю, что они должны делать свое дело, как сказал Чехов, давайте дело делать, господа, а не полтинники шибать. Понимаете? Если будет дело, и это дело будет их жизнью, и они скажут, вот я это делаю, и это остается будущим, будущему поколению, и нам не должно быть стыдно за это, тогда это другое. Тогда это в произведение искусства превращается. А если это делается ради того, что, как говорится, три чели, окей, начиная сцена, это не дело, я считаю. Вам нравится сниматься у наших кинорежиссеров? Нет. Не у всех. Есть режиссеры, которые я с удовольствием снимаюсь. Это один из них такой, это Рустам Сагдеев, который снял «Соткан» и снимает «Барон». У кого вы снимаете? У него последний раз снимались? Нет, я снимался, нет, у него тоже снимался, но есть сейчас молодые ребята, вот я в сериале снимался. Это Кочок, вот Умит, я забыл, фамилия, тоже очень хороший, и такой, ну, с девушкой Маликой они сделали сериал, который очень хороший, отзывы. Ну, это так было, как бы, до этого сериала, главного, значит. А так я бы не снимался бы у узбекских режиссеров, то есть очень выборочно я бы снимался. Я должен сначала прочитать сценарий, узнать, какой у меня будет гонорар, а потом приступить к работе. По каким причинам вы можете отказаться от роли? Я могу отказаться, если это будет не подходить мне, эта роль, и если опять будет, там, меня использовать, как, там, мафия, шмафия, там, что-то там, если это не будет интересным. Сейчас, теперь, после Чингисхана тяжело, как бы, теперь вообще, что-либо играть, такой несерьезный, скажем так. И нет мне прощения, если я буду говорить, ну, надо семью кормить, вы понимаете, туда-сюда. Я не буду этим заниматься, потому что всегда зрители ждут чего-то нового, они надеются, поэтому я не хочу их надеждой омрачать. Вам часто приходится отказываться от ролей? От наших? Ну, если честно сказать, не так уж, потому что они уже знают меня. Я уже даже один раз объявлял о том, что вот есть список режиссеров, у которых я бы никогда бы не снимался бы уже здесь. А можете мне назвать трех узбекских режиссеров узбекского кино, которым вы бы пошли, не читая сценария? Нет таких. Даже вот, ну, я не могу уже читать, не читая делать, потому что, ну, это как это, какое-то самоубийство. То есть даже тем, кому вы доверяете, вы все равно будете? Да, да, обязательно, ну, обязательно как-то. Я еще не только я, у меня есть продюсер, жена, директор, она должна прочитать. Она всегда говорит, ну, ты не можешь не играть то, что ты не знаешь. Существует ли такая роль в вашей карьере, за которую вы взялись исключительно из-за гонорара? Да, были. Да? Какие? Да, очень много. Я даже не буду сейчас их перечислять, потому что я сбился, как бы. То есть, ну, достаточно. Да, да, чисто из-за гонорара. Почему вам так приходилось делать? Ну, а что, платит? Хорошо же. Я шел на это. Существует ли такое понятие, как амплуа актера? Есть, конечно. Но, видите, у нас узбеков, как-то они видят меня в одном амплуа все время. Видят меня вот в образе злодея всегда. А в России или в других странах, когда я снимался там, я и комедию играю тоже. То есть, у меня большой диапазон, я могу. Какое амплуа у вас, по вашему мнению? У меня нет амплуа. Ну, как бы здесь понятно, какое амплуа злодеи, туда-сюда. А вообще я могу хоть что сыграть. Действительно, вы часто играете отрицательных персонажей. Довольны ли вы этим в душе? Или же на самом деле, может быть, вы хотели сыграть какого-то лирического героя? Доброго человека. Лирического, да, такого? Я доволен. Я доволен, что я играю таких отпетых негодяев и жестоких, нехороших дядечек. Потому что таких очень много. И я хотел бы, чтобы люди не сталкивались с такими людьми. И Бог их миловал от таких людей. И чтобы они видели, что под маской добродушного иногда такого человека кроется самый последний негодяй. Как говорится, благими намерениями. Ну, то есть вам не надоело играть негодяев? Мне вообще очень нравится моя история. Что я актер, что я играю. А когда я уже, если меня не зовут или что-то такое происходит, сейчас у меня с супругой есть свой проект. Мы с ней делаем короткометражку вдвоем, например. Она пишет сценарий, я режиссирую. И я ее сейчас уговариваю, чтобы она снялась как актриса. Она говорит нет, но я настаиваю. А что это за короткометражку? Это вот любовная история. Это мужчина и женщина. Это какое-то авторское фестивальное? Да, да, авторское кино. Бывают ли такие моменты в вашей работе, когда ваша внешность вам мешает? Ха-ха. Когда внешность... Ну, я не знаю, она может быть... Я не как Бурак, а очевид такой весь, понимаете, такой красивый или там что-то. Меня очень устраивает моя внешность. Я доволен. Есть ли у вас определенная ставка за роль? Или же вы можете сняться и бесплатно? Я бесплатно могу сняться, но это должна быть очень гениальная какая-то вещь. То есть, ну, правда должна быть какая-то. То есть, это должна быть какая-то история, которая меня затронет в первую очередь. И я должен просто вдохновиться, и тогда я могу сыграть бесплатно. Сколько стоит работа хорошего узбекского актера в Узбекистане? В Узбекистане на сегодняшний день по-разному. Вам съемочный день сказать или как? Сейчас я беру за один съемочный день 2 миллиона где-то всего лишь. А сколько стоит... Эй, не 2 миллиона. Сори. 2000 долларов это сколько будет? 20 миллионов. Да. А сколько стоит работа хорошего узбекского актера за пределами Узбекистана? Ну, больше. Два раза, три раза. Но там по-другому. Там не съемочный день. Там за проект договариваешься. Или за серию. По-разному. Кто как договорится. Допустим, вот вы принимаете участие в каком-то московском проекте, да? Вот за весь проект. Сколько вы берете? Я беру, ну, в районе, смотря какой бюджет. Иногда бюджет бывает небольшой. И я соглашаюсь, потому что это российские проекты. Они в основном бывают все очень качественные и очень крутые. Вот. Ну, это как бы неэтично даже. Я думаю... Ну, смотрите. Вот приносит ли вам ваша работа должный и желаемый доход? Конечно. Конечно. Вы посмотрите на меня. Конечно, приходит. Вы довольны? Да, я очень доволен. Но я к этому шел 40 лет. То есть, я долгое время... Были моменты, когда я был недоволен. Но сейчас, слава богу, я очень доволен. Давайте поговорим о начале вашего творческого пути. Так. Первый раз вы снялись лет в 14, да, по-моему? Первый раз я снялся в 5 лет. Я попал в кино в 5 лет во время детского сада. Я не спал, смотрел какие-то люди, киношники сказали. Они вот ходили и смотрели детей. Так. И тогда наши нянечки сказали, вот там вот, видите, не спит мальчик. Это вот этот мальчик, он из такой-то семьи. Вот его возьмите, не пожалейте. И я сыграл свою первую роль немую. У меня не было никаких слов, но я вот так стоял и смотрел в кадре. «Завтра выйдешь» назывался фильм. И тогда я влюбился в кинематограф, потому что меня сразу же забрали с тихого часа. И я смотрел, как взрослые дяденьки бегают вокруг, серьезные такие. И я сказал, мне это нравится. И все. Вот в 5 лет это было первый раз. Потом в 14 лет первая большая роль это была у Али Аскара Фадхулина «Царапина». Как вы сказали, в 5 лет фильм назывался? «Завтра выйдешь». «Завтра выйдешь». Его можно где-то найти? Не знаю даже, вот я его нигде не видел. У вас нет в архивах? Нет. Я не собираю архивов вообще. Серьезно? Вообще. Почему? Ну, их мама собирает у меня. А, есть никому. Я не люблю, как вам сказать, ежи стихотворение. Не надо над рукописями трястись. Да, да, да. Вот я совершенно не собираю. Мой первый посетитель. Первая большая роль, кастинг был сумасшедший. Там было 50 молодых мальчиков, 14 лет, и я выиграл кастинг и попал к Али Аскару Фадхулину. Снимались мы в Самарканде, моими оппонентами, моими партнерами были Рустам Сагдулаев, Дилерон Камбарова и многие другие. Это был первый такой серьезный экспириенс. На тот момент вы осознавали, насколько это крупная роль? Куда вы вообще попали? Нет. Я не осознал, потому что, ну что, мне 14 лет было. Но я очень справился, по-моему, потому что все меня как бы хвалили там. Хочу спросить вас о трех фильмах. Первый – «Чудная долина» Рано Кубаевой. Да. Что это за картина с таким безумно крутым актерским составом, тем более, что продюсер сам Сергей Сильянов? Да, вот так. Я тоже туда очень так необычно попал. То есть уже был человек на мою роль, его взяли, но я пришел на пробы и просто, когда Сильянов увидел пробы, сказал, вот этот будет сниматься. У меня там даже нету имени, я там укуренный. Работать было тоже классно. Ну, вы знаете, я не могу назвать этот фильм серьезным каким-то фильмом. Ну, это какое-то как развлечение, скажем, развлекуха. Ну, такое обычное такое, комедия, скажем так. О чем она, по вашему мнению? Она о любви, о том, что вот есть такие люди об этой чудной долине, об этих людей. Следующий. «Хаджан Асреддзин. Игра начинается». Да. Я даже не про сам фильм, а вот про ту историю про режиссера с Киан Мульти, которого убили и заканчивал фильм, по-моему, другой уже режиссер. Вы как-то в курсе всех этих событий? Что вы можете сказать об этой ситуации? Может быть, вы что-то знаете? Нет, ничего не знаю. И это было очень трагично, что он был очень талантливый парень с Киан Мульти. Ну, вообще непонятно, что произошло. То есть, ну, вот какая-то бытовуха, и его убили. И фильм провалился. Он не был тем, потому что его задумывал другой человек. Он как-то по-другому задумывал его. А вышло совершенно никак. Третий фильм – это «Боба Бу» нашего мэтра Али Хамраева. Такой арт-хаус 98-го года. Тогда даже таких слов, в принципе, никто и не знал. О чем фильм? Как по вашему мнению? Что хотел сказать Али Иргашевич? Это сложный вопрос, потому что это нужно задавать самому Али Иргашевичу. Ну, я… Это был самый мой большой опыт и самый прекрасный опыт в моей жизни. Потому что это была пустыня, это были те люди, которые… Это художник-декоратор, он работал у Феллини. И потрясающий оператор был Роберто Меди. Кстати, он меня так и потом научил, как лучше себя держать в кадре. Да, что никаких резких движений нельзя делать, что нужно все делать медленно. Что если камера поднимается, ты должен вместе с камерой подниматься. И очень много были такие бытовые моменты, которые мне тоже были уроком в моей жизни. То, что хотел сказать автор, я думаю, он хотел передать… Опять же таки, мы всегда говорим о людях, о драме, о переживаниях. Потому что именно это интересно всегда, за этим наблюдать. И вот там два человека, не могут… Отец и сын не могут поделить женщину. И что отец убивает свою женщину, это такой спойлер получается, кто не видел. Я думаю, много людей не видели. Вот. Ну, очень такая интересная история для меня. Я считаю, что она очень интересная. Ну… И актуальна сейчас даже. Да. В 26 лет каково это сыграть в авторском кино, еще и сразу с французскими и итальянскими коллегами? Это круто. Я больше ничего не могу сказать, потому что 25 лет мне именно там стукнуло. И сидели итальянцы, французы вокруг пели, арии. Я узнал, что любой итальянец может петь шикарно, как певец. Они все певцы. То есть они не учились, но они совершенно потрясающе владеют своим голосом. И это было неимоверно круто. Я был очень сильно рад, что в моей жизни этот фильм был. Кстати, этот фильм хотели номинировать на «Золотой глобус». И практически директор фестиваля, директор «Золотого глобуса» сказал, что давайте подадим это прошение. Но так как в то время Олег Амраев был изгнан, скажем так. В негласном запрете. Да, он был под запретом. А письмо должна была делать страна. И поэтому фильм не занял ничего «Золотого глобуса». А так в 26 лет, представляете, у меня и «Глобус» был бы, сейчас бы. Вообще крутяк. Я посмотрела вашу фильмографию. Хочу отметить, что вы один из немногих, кто достаточно часто снимается именно за рубежом. Вот в России, например, давайте посчитаем, сколько у вас проектов? Много. Я не могу сейчас точно сказать. Но таких больших проектов, где я играл главные роли, это вот «Побег из Москвабада». А потом, вот сейчас должна выйти еще одна картина. «Последняя милая Болгария» — это режиссер Федорченко. Там немаленькая роль тоже. Но не главная, но немаленькая роль. Там были сериалы в основном. Но и авторское кино одно было. Очень прикольное. «Лимонарий» назывался. А «Золотая орда», конечно, тоже киносериал. Хороший, качественный. Но были фильмы. Я же говорю, я вот как проехали, все, вперед, дальше. Я уже не думаю, не считаю, не... Это вот кто-то ведет эти списки. А как вы вообще попадаете в эти проекты? У вас есть там какой-то, я не знаю, импросариум, менеджер, агент? Нет. А как? Вот так просто они смотрят где-то... У меня же жена, директор мой, она мне добывает это все. Она продюсирует, она договаривается со всеми. Давайте поговорим, наверное, о самой избитой теме династии Закировых. Почему избитая? Это хорошая тема. Я имею в виду, что избитая тема в интервью. Да. Да. В чем феномен семьи Закировых? Семьи Закировых феномен, все очень любят свое дело. И они настоящие патриоты. Но только не на словах, а своим делом они это доказывают. Они стали иконами, мои дяди, тети, дедушки. И я всегда думаю о том, чтобы соответствовать этому лейблу. Потому что это настолько такие крутые люди были, потому что я всех помню. Некоторые, там, моя сестренка, вот там, дедушку не помнит, Карима Закирова. Они были маленькие совсем. А я всех помню. И в первую очередь, я могу сказать, в чем их феномен. Они потрясающие люди. Человеки. Первое. Не артисты, как бы вот. С большой буквы, что они вот там. А люди. И моя бабушка всегда говорила. Болем, одам богин, энь, котта, унуван, бу, одам. Босень, уйога кейм, бобки турада. То есть, никогда, ни один раз я не слышал, чтобы надо стремиться к известности, к популярности. Что надо стать знаменитым, популярным. Что надо вот. Никогда у нас не было таких тем. И никогда ни от бабушки, ни от дедушки, ни от родителей своих. Я этого никогда не слышал. И поэтому я никогда не ставил целью стать популярным, знаменитым. И ради этого заниматься, этой профессией. Вы являетесь самым молодым представителем на творческом Олимпе. Ну вот недавно, несколько лет назад, к вам подключилась Наргиз Закирова. Совершила камбэк, так сказать. А кто за вами? Дети, внуки, правнуки. За мной мой сын, конечно же. За мной мой сын, Саид Карин. Закиров. Практически все династии Закирова становили известными в лет 20. Да. Вы, по-моему, даже с Наргизов лет 16-17 уже стали известными. Будет ли кто-то продолжать семейное служение искусству? Я думаю, что это однозначно. Вот у меня сыну 6 лет, он уже готовый артист. И он в 5 лет меня просто, я над его этими артистическими данными просто балдею. Он меня переплюнет. Он уже переплюнул меня. Он с такой потрясающей харизмой. И он актер уже, ему даже учиться не надо. Гены уже вовсю прям. Он уже снимается где-то? Нет, он еще не снимался, но... Вы хотите? Если захочет, конечно. Я никогда своим детям не говорю, вот, надо сниматься или там, надо вот как-то так. Если они захотят, пожалуйста. Я только помогу им. Хочу поговорить о ваших родителях, Джамшит и Гафар Закировы, знаменитые, высокоинтеллигентные люди. Что это за люди вне сцены? Обычные такие таланты, они вот заслоняют собой, и вы находитесь немного в тени. У вас было так? Нет. Как у вас происходило? У меня, слава богу, всегда было. Я всегда знал четко, что я хочу. Я всегда им говорил, что я не хочу быть, там, племянником или сыном. Я хотел быть всегда сам, личностью, независимо от папы, мамы. Но я могу сказать о папе и маме большое вот то, что надо... Почему, оказывается, надо слушаться родителей, даже когда ты не хочешь этого. Я безмерно благодарен, что они меня отправили в Москву учиться. В Лавгин. Да. Потому что в то время, когда я был популярен в группе, и вот только как бы у нас группа есть, и все потрясающе, и раз, и я должен ехать в Москву какой-то. Зачем это нужно? И отец мне тогда сказал, сынок, это образование, ты должен получить образование. Это несерьезно, чем ты сейчас занимаешься? Я сказал, как так? И вот вы себе не представляете, что вот прошло там 20-30 лет, и сейчас вот тем, что я владею, и вот сейчас это дает такие плоды, что я понимаю. Спасибо папе и маме, что меня тогда отправили в Москву, и у меня были такие учителя. Сейчас, когда этих учителей уже нет в живых, я понимаю, насколько они были крутые, и настолько, сколько они мне дали того, с чем я сейчас этим багажом пользуюсь. И благодаря этому я твердо стою на ногах в своей профессии. Ну, есть ли у вас ощущение какого-то бремени династии? Нет. Или какой-то ответственности особой? Ответственность всегда есть, но это даже держит в тонусе, я сказал, представляете, если бы я не был бы Закиров, если я не был бы из династии такой, я бы стал бы очень страшным бандитом. Да? Да. Почему я играю бандитов и страшных людей? Я бы мог стать очень страшным человеком, и я благодарю Богу, что я являюсь из такой семьи. Это мне никогда не даст стать другим, кем я не являюсь. А вот... То есть ответственность нести фамилию Закирова? Да, именно. Спасла вас от бандитизма? Ну, я даже не могу, даже в самых страшных снах это не может присниться. Когда каждое утро видишь за завтраком суперзвезд, суперстар, каково это? Это было давным-давно, когда мы жили все вместе в Большом дворе. Ну, я так к этому... Я же не знал, что они такие... Ну, я знал, что вот они известные, там, особенно дядь Фарух, вот как раз их в то время. Ну, не знаю, вот у нас как-то очень все приземленно, все было по-узбекски, там, ничего сверхъестественного не было. Все очень друг к другу хорошо относились и все ладили. Дети, сколько их у вас? Трое. Что вы им пророчите? Продолжить династию в искусстве? Вообще, какую вы бы хотели для них жизнь? Я всегда им говорю только, чтобы они очень хорошо владели своим ремеслом и стали профессионалами своего дела. Чтобы чем бы они ни занимались, они должны это делать лучше всех. Вот в своей профессии они должны быть самыми лучшими. Потому что я себе ставил именно такую задачу всегда, чтобы делать это так, что никто не смог так сделать, кроме тебя. Вот я их этому учу. Но я их не заставляю, чтобы они пошли в искусство. Дочка у меня потрясающая, она и актриса, и все. Но она не хочет играть. Я и хотел снять кино, с ней в главной роли. Говорю, идем, все дети, все мечтают. Она говорит, а я не хочу. А чем она занимается? Она занимается языками. Потом она и как режиссер, она как совершенно крутой фотограф, она такие фотки делает. Она не выставляет их. Я говорю, ну почему? Она говорит, нет, не хочу. И получается, двое сыновей. Да, двое сыновей. Средний, он занимается футболом. И его как бы... Ну вот сейчас чуть-чуть у него появляется какой-то интерес к этому. А младший, он совершенный ходячий артист. Артист с большой буквы. А какой вы папа для них, строгий? Я строгий, да. Я строгий. Мама не строгая. Мама как... Она все разрешает и все делает для детей. Я как стафор немножечко. На них лаю иногда. Но опять же таки, кнут с пряником, как полагается. Но не бью, не шлепаю вообще. А как они перенесли разлуку с вами, вот когда вы были... Очень тяжело. Очень. Ну вот то, что они потом приехали, это все мы сгладили. Я не могу откинуть свой внутренний стереотип от вас. Молодой, энергичный Джавахир, песни Буалалар, клипы, фильмы. Звезда не только экрана, но и творческой тусовки. Но вы уже можно сказать... Можно уже сказать, что вы уже такой метр. И с высоты вашего статуса, только у вас уже за плечами. Что можете сказать молодым актерам? В чем смысл жизни в кадре и за кадром? Смысл в кадре, что я уже не хочу повторяться. Я сказал, что надо делать так, чтобы никто, кроме тебя, не смог сделать такое. То есть, если ты актер, ты должен быть лучшим актером. Если ты режиссер, ты должен быть лучшим режиссером. А за кадром надо много читать, много смотреть, много интересоваться и любить. И обязательно быть в первую очередь человеком. Потому что на экране, когда на вас смотрит объектив камеры, он видит ваши глаза. А глаза не просто так сказано, что они зеркало души. Если внутри ничего нету, то это все выходит на эти глаза. И зрителя обмануть невозможно. Вот эти линзы сейчас еще такие есть, ультрапрайм, такие линзы в киноиндустрии. Они прям вот все показывают. Вот прям всю глубину они вам все это показывают. Поэтому в кадре нужно не врать, не играть, а проживать это. И делать это как последний раз. То есть, чтобы когда кто-то видел это, действительно, чтобы людям не в том, чтобы нравится, не нравится, а чтобы они поверили в того персонажа, в того героя, который ты воплощаешь. А за кадром, вот опять же таки, надо много учиться этому, надо много читать, потому что это все откладывается. И надо знать, и, конечно, быть в первую очередь человеком. Вот это самое большое призвание, я думаю. Когда человек, когда он нормальный, когда он адекватный, тогда все получается. А если он уже там, уже крутой, уже там, есть очень много там гениев, которые не таких, знаете, непризнанных. Они себя уже ведут так, кто ты вообще? Я иногда могу обидеть кого-то, но я теперь уже так не делаю, я не обижаю, я молчу. Я хочу, чтобы каждый человек, он сам додумался до себя. И надо, конечно, познакомиться с самим собой, в первую очередь, за кадром. Кто ты вообще? Откуда ты? Куда ты пришел? Что ты хочешь? Надо знать четко на эти вопросы ответы. А не просто делать это ради того, что это приносит какую-то славу или знаменитость, или деньги. Деньги, слава, знаменитость никогда просто так не приходят. А если что-то быстро случилось, оно так и быстро может и улетучиться. Конкурс. Долго думая, мы решили, какой положительный образ мог бы сыграть Джавахир Закиров, по вашему мнению. Принимаются любые образы, герои кино и литературы. Мы выберем самый интересный вариант ответа и подарим ему что? Джавахир, что мы подарим? Я думаю, что ничего нет лучше, чем живого общения с людьми, которые действительно меня уважают и смотрят. Я подарю ровно час своего времени, и мы посидим, попьем кофе и поболтаем с этим человеком, и в конце сделаем селфи. Ух ты! Я думаю, что это замечательный приз-победитель. Пишите свои комментарии еще раз, какой положительный образ мог бы сыграть Джавахир Закиров, по вашему мнению. Принимаются любые образы кино и литературы. Спасибо большое за выделенное время. Мы были рады с вами пообщать. Спасибо. 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 Спасибо.